Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. В студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для тебя самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Сотрудникам КФУ присудили премию правительства Российской Федерации 2018 года. Политический прогноз на 2019 год. Китайский космический аппарат приземлился на обратной стороне Луны. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премии правительства Российской Федерации 2018 года в области науки и техники. В число лауреатов вошли многие специалисты, среди которых и сотрудники Казанского Федерального Университета. Подробнее в следующем сюжете. Сотрудники Казанского университета вошли в число лауреатов премии правительства Российской Федерации 2018 года по науке и технике. Премия присуждена за разработку и внедрение высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах углеводородного сырья. Метод спектральной широкополосной шумометрии известен во всем мире. Он активно используется для решения различных проблем нефтегазовой геологии. Мы нашли такой метод, который для этого очень удачным оказался и идеально подходящим. Этот метод называется шумометрия. Вот вы оставите такой микрофон, опускаете его в скважину и слушаете. И слушаете, какие там звуки скважины есть. Но когда у вас газ перетекает, просачивается на поверхность, протекает около стенки скважины, если он дырка исекает в цементном кольце, например, пласт не закрыт, из него газ перетекает. Или же пласт из нижнего пласта газового, газ перетекает в более верхний пласт. Вот эти вот все вещи, их можно слушать. Работа была выполнена с использованием приборов, производимых международной нефтесервисной компанией. Несколько ребят основали в свое время компанию. Эта компания получила средства какие-то, развивалась она. В итоге они построили, в конце концов, завод в Казани, который выпускает эти шумомеры. И вот эти ребята, значит, вот этот завод, он выпускает шумомеры, которые очень хорошие оказались. Они, наверное, лучшие в мире, да. То есть они, значит, этот завод, он в Казани находится, он оснащен по последнему слову техники. Там есть такие камеры, в которых они слушают звуки эти, создают искусственные звуки там. Использование широкой диапазонной спектральной шумометрии позволяет не только получать информацию, необходимую для эффективного ремонта скважин, но также и отслеживать процесс эмиграции газа в верхние горизонты коллекторы. Можно, например, даже услышать, что на расстоянии до одного метра от скважины может протекать, например, один литр в час газа. Один литр газа в час. Это можно заметить и можно замерить таким образом. Международная нефтесервисная компания связана с именем профессора Казанского университета Николая Непримерова. Среди авторов есть Казанского университета Маяхамиль. Я руководил этим проектом, когда мы начинали исследовать газовые хранилища, газовые месторождения. И там есть Непримеров Николай Николаевич, профессор, он уже покойный. Но, к сожалению, когда мы подавали, он еще был жив, но вот он уже его нет с нами. Профессор известен кругу специалистов своими физическими принципами нефтеразработки. Непримеров он известен тем, что он в свое время принес физические исследования, в область нефтегазовой геологии. Его называют физик-нефтяник такой, человек такой очень интересный. Такой истории, значит, он на войне был, потом закончил физфакт, работал, защитился. И у него свое представление о физике вообще. Ну, уникальный такой совершенно, неординарный человек был, который в свое время открыл даже такую школу. Был спецфакультет в университете, где геологов-нефтяников обучали физике. В группу награжденных премий вошли многие специалисты. Там, значит, несколько человек есть из «Газпрома», это, значит, главный геолог, значит, подразделение «Газпрома», которое занимается подземными хранилищами газа, да. Значит, главный инженер организации, которая занимается транспортировкой газа, вот. И несколько человек, которые занимаются вот геологией и обустройством вот этих вот подземных хранилищей газа и разработки газовых месторождений. И, естественно, там три человека из компаний, которые вот выпускают эти удивительно хорошие шумонеры. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ-Ньюс. Какие политические тенденции ожидают Россию в 2019 году? Как в Татарстане обстоит ситуация с экономикой и политикой? На эти и другие вопросы ответил эксперт Казанского федерального университета, доктор политических наук Андрей Большаков. Подробности смотри в сюжете. Десятки финансистов, экономистов и политиков активно следят за ситуацией в нашей стране. Как же будет развиваться политическая ситуация в мире, России и Республике Татарстан в 2019 году? Что ждать и чего опасаться? Мы сейчас находимся в очень серьезной ситуации, когда, скажем, любой конфликт, в том числе и конфликт, который называют Третьей мировой войной, он из, собственно, такого небытия превращается в реальность. Так близко к краю пропасти мы не стояли, наверное, давно, с момента, наверное, югославских конфликтов. Как отметил доктор политических наук Андрей Большаков, сейчас Россия приближается к войне, связанной с новейшими вооружениями. Выход Соединенных Штатов из договора по ракетам средней и меньшей дальности не только не, значит, улучшил ситуацию, но и наоборот, сделал ее более конфликционной. И я думаю, что здесь 2019 год нам принесет неуспокоение. В лучшем случае, я думаю, что будут какие-то попытки вести переговоры по этому вопросу. Эксперт Казанского федерального университета надеется на решение мировых конфликтов через политику, СМИ и интернет, но никак не реальных вооружений. Одной из самых обсуждаемых реформ 2018 года в стране стала пенсионная. Социальные реформы 2018 года, прежде всего пенсионные реформы, они не приняты населением, а следовательно, значит, эти реформы нуждаются, наверное, в достаточно больших коррективах. Если говорить о ситуации в республике Татарстан, то в экономической и политической сферах она выглядит достаточно стабильно. Мы, наверное, один из самых таких стабильных, неплохо развивающихся с точки зрения экономических регионов, но в целом положение в Российской Федерации достаточно сложное в экономике, и поэтому я думаю, что экономика будет тащить за собой и политику. Одним из самых значимых событий 2019 года в Татарстане станут выборы в Госсовет Республики, которые пройдут осенью. Большинство мест окажется за действующей партией власти Единой России. Тем не менее, коммунисты, если брать ситуацию на сегодняшний момент, могут сформировать достаточно значимую такую фракцию и, безусловно, увеличить свой количественный состав. Населению России нужно быть готовым к различным изменениям и сложным ситуациям, а 2019 год в ближайшее время уже себя покажет. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. До недавнего времени обратная сторона Луны оставалась недоступной для человечества. Однако китайский космический аппарат все же совершил посадку на эту территорию. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете. Китайский космический аппарат Чан-Э-4 успешно приземлился на обратной стороне Луны. Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на темной стороне спутника Земли. Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской станцией Луна-3 в 1959 году, а приземление не осуществлялось ни разу. Сложностью являлось то, что сигнал не имеет возможности дойти от Земли до обратной стороны Луны. Сделали очень простым образом. Они просто повесили еще один спутник, который, по большому счету, мог в прямой видимости иметь и вот этот зонд, и, соответственно, станцию на Земле. И через вот этот дополнительный спутник они как раз связь с модулем посадочным и осуществляли. На луноходе установлены камеры – посадочная, панорамная и для съемки ландшафта. В состав научной аппаратуры зонда входят инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование. Это даст знание об эволюции Луны, потому что рассчитали так, что мягкая посадка этого зонда осуществлена в том районе, где породы не такие древние, как на всей оставшейся части Луны. Также в герметичном контейнере на темную сторону Луны были отправлены растения и яйца шелкопряда. Ученые хотят посмотреть, насколько реально создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, где личинки вырабатывают углекислый газ, а растения преобразовывают его в кислород с помощью фотосинтеза. Разумеется, биологические эксперименты обязательно нужно ставить и искать способы, как же защитить будущие космические миссии. Пока человек дальше, чем прилететь на Луну, улететь и вращаться на обитаемой базе типа МКС или МИР, не может. А на этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и оставайся всегда в курсе всех новостей. Еще увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok